Если ты обладаешь двумя секретами жизни, молодостью и красотой, то для тебя нет ничего невозможного. Сегодня героиня программы «Бизнес-лук» Салтанат Муслим Али. Она певица, но сейчас уже начинающий предприниматель. Здравствуйте, Салтанат. Я приветствую вас в нашей программе. Как так получилось, что вы из такой творческой личности переходите в такую очень строгую стезю, как предпринимательство, бизнес? Участие в университете я участвовала в разных конференциях, мероприятиях, связанных с предпринимательством. И мне всегда это было интересно, но как-то не решалось, как-то не находилась та идея, которая мне нравилась. И, конечно, после обучения в университете я вернулась в Казахстан, поступила на государственную службу, поработала по своей специальности и поняла, что это совсем не мое, что это мне не по душе. Конечно, у меня были попытки уйти в творчество параллельно, пока работала там. Я пела, записывала несколько песен, клипов, и меня, конечно, немножко... В разные стороны тянуло, да? Да, в разные стороны все тянуло. Хотелось заниматься чем-то творческим. Была такая идея, что пока я училась за рубежом, конечно, чтобы поступить в университет, в котором я училась, нужно было, во-первых, выучить язык, там и очень много требований. И все по возвращению меня спрашивали всегда, как я выучила язык, как я поступила. И, конечно, для этого я потратила немало лет. Я отучилась в школах и в Казахстане, и за рубежом. И на самом деле это прям целый путь, который я прошла, выучила какие-то уроки, мудрости, советы, собрала для своих родственников и близких. Поймали себя на мысли, а почему бы не создать ежедневник, где будут собраны все наши советы, все наши мудрости, лайфхаки. Люблю образование, я люблю помогать. И я подумала, что это будет просто идеальная идея для того, чтобы начать свой бизнес. Бизнес подразумевает стопроцентную отдачу, если не все 200. Карьеру персинскую вы будете бросать? Нет, конечно, нет. Я, как человек творческий, всегда буду в этой стезе. Это больше как хобби для меня. Я буду записывать еще песни, будут клипы. Ну что, будем ждать от вас новых композиций, клипов. Но, знаете, бизнес любит только большие деньги. И какие были инвестиции в начале вашего пути? Тебестоимость для нас, для первого тиража была не такая большая. И самое главное у нас в планах показать эти ежедневники языковым школам, каким-то большим книжным магазинам, чтобы уже оценить, какой будет спрос. И если будет спрос, то мы уже будем печатать тираж больше. С какой целью вы обратились в нашу программу? Сейчас, когда я уже перешла в статус бизнес-вумен, мне хотелось бы выглядеть более презентабельно, более серьезно, строго, официально, но в то же время иметь какую-то свою изюминку, свой стиль, быть немножко уже в более свободной форме, но в то же время оставаться в рамках бизнес-кэжуал, если говорить на английском. Мы не будем терять времени. Прямо сейчас отправимся в магазин, где нас уже ожидает имиджмейкер, который будет подбирать вам сегодня образы. Все, поехали! Вот мы и приехали. Это дизайнерская площадка свое. Здесь расположены все казахстанские дизайнеры. И нас уже встречает стилист Аида. Здравствуйте! Здравствуйте! Я познакомлю вас с нашей сегодняшней героиней. Это Салтаната. Она в прошлом госслужащий. Она является певицей. А сейчас она себя позиционирует как бизнес-вумен. Вот три таких направления. И нам надо найти золотую середину. Поможете? Конечно. Конечно, поможем. С удовольствием. Первый образ, наверное, мы начнем с каких-то деловых. Топ. С этими тюлотами цветового цвета. Как же без платья рубашки. И для каких-то вечерних выходов, вечерних ужинов. Возможно, вот это платье в горошек с чем-нибудь его удобоварим. Давайте пройдемте тогда. Для первого выхода стилист предложила блузку, кюлоты и в качестве акцентуара сумку. Кстати, слово кюлоты французского происхождения. В разные периоды их длина варьировалась, но всегда в пределах ниже колена и чуть выше щиколотки. За такой образ вы заплатите 82 тысячи тенге. Вот и наша героиня в первом образе. Хочется сказать, что вы сделали очень отличный акцент. Вы подчеркнули ее женственность и изящество. Прокомментируйте, Аида, ваш выбор. То есть она вполне по-деловому одета. Она подчеркнула женственность, но в рамках разумного. То есть у нее нет никаких оголенных частей. То есть очень по-деловому. Но в то же время, опять же, подчеркнула свою женственность этими валанами, как бы туфли на каблуках у нас, лодочки. И, конечно же, наши просто замечательные решения – это кюлоты. Они, я скажу, они были, есть и будут. Это был первый образ. Нас ждет еще второй и третий. Мы ждем вас. Наша героиня во втором образе. На ней платье-рубашка, портупея, которая стала изюминкой этого выхода. И, конечно же, аксессуары – браслет и сумка. А знали ли вы, что история платья-рубашки началась еще в далеком 1916 году, когда только начинающая свою карьеру Коко Шанель борясь за свободу придумала этот вид гардероба. За такой образ вы заплатите 73 тысячи тенге. Итак, это второй выход. Мы использовали платье-рубашку. То есть это просто сейчас такой писк сезона. И такой вот протупея, мы этот стиль, вообще, платье-рубашку, мы его просто провели такой, да, модный апгрейд такой, да. То есть этот стиль, вот этот вот лук, да, его не будет ни у кого. Использовали сумку. То есть сумку мы нюансно сочетали, подобрали, да, под обувь. То есть наши лодочки. Опять же, с ремешком на щиколотке тоже очень такой модный тренд сезона. То есть именно летнего сезона. Но я так думаю, что осенний не останется в стороне. Хорошо, это был второй выход. Мы ждем вас в финальном. Удачи! Стилист подобрала для третьего выхода черное платье в горошек и сумку. В 50-х годах Кристиан Диор сделал горошек не просто бешено популярным. Он сделал его живой классикой. За такой образ вы заплатите 65 тысяч тенге. Итак, третий, финальный выход. В таком образе можно пойти на вечер, деловую встречу. И хочется сказать, что здесь вы подчеркнули талию нашей героини. Мы сделали акцент на плечах. Опять же, знаем, что это очень актуальный тренд. Плечи открытые. То есть это уже не считается чем-то каким-то из ряда вон. То есть мавитоном не считается. И тем более у нас очень длина такая довольно-таки элегантная. То есть у нас не открыты коленные чашечки. То есть это допустимая длина леди. То есть мы ничего не нарушили. Сумочка у нас вот такого плана. То есть она не мешает, она не выбивается из этого образа нашего. И обувь мы подобрали простые, такие классические черные лакированные лодочки. Мне очень нравится. Но тем не менее, выбор за вами, Салтанат. И нам интересно ваше мнение, какой из трех образов вы выберете. Мне все очень понравилось. В первом варианте все было очень строго. Я могу пойти на любую бизнес-встречу в нем. Очень понравилась келлота. Это вообще любовь. Второй вариант тоже очень удобный, очень стильный, модный. Мне нравится, что вообще во всех этих вариантах вроде бы есть строгость, но в то же время есть и свобода, и творчество. В третьем платье, конечно, я тоже могу появиться в каком-нибудь вечернем, на вечернем рауте. И мне тоже очень понравилось. Остановлю свой выбор на втором, потому что он и комфортный, и в то же время строгий, и стильный. И поэтому мне было бы очень и удобно, и мне кажется, красиво, стильно выйти куда-нибудь на бизнес-встречу в таком наряде. Спасибо большое. Ну что ж, Сатанат, мы очень рады, что вы остановились именно на втором образе. Он вам очень был к лицу. Но сейчас наше преображение не заканчивается, а мы поедем в салон красоты, где мастера, визажи и хир-стилисты будут заканчивать ваш образ. Поехали. Вот мы приехали в салон красоты и бисера. Нас уже встречается мастер визажа. Здравствуйте, Шерен. Здравствуйте. Это наша сегодняшняя героиня. Ее зовут Сатанат. Образ у нас сложился интересный. И сейчас я передаю нашу героине ваши надежные руки. Надеюсь ее встретить. И надеюсь, я ее не узнаю. Хорошо, спасибо большое за доверие. Ну а я уже буду ждать вас здесь с окончательным результатом. Хорошо, давайте тогда пройдем на мое рабочее место и приступим к работе. Ну вот и все. Наш образ готов. Можете посмотреть на конечный результат. У вас очень хорошая кожа, поэтому можете особо к усиле не прилагать для того, чтобы взять идеальный тон. Касательно глаз мы использовали натуральные оттенки. Это коричневые, да, подчеркнуть красоту ваших глаз. Надеюсь, вам понравился наш результат. Дальше я передаю вас вашему мастеру, который занимался вашими волосами. У девушки хорошие, здоровье волосы. Это недавно была краска и амбрия. Поэтому мои волосы ничего не будем менять. Салтонат, я вас не узнала. Если бы вы в жизни прошли мимо меня в таком макияже и в таком образе, я бы удивилась, узнав, что это вы, Салтонат. Я рада такому преображению. Мы постарались с мастером Сэлла поработать над красотой нашей героини. Надеюсь, вам нравится наш результат. Нравится. Нравится. Спасибо вам за доверие. Надеюсь, вы придете к нам снова и будем рады вас видеть. Салтонат, я рада видеть вашу улыбку, эти милые ямочки. Скажите, каково быть в таком образе, в таком божественном? Я сама не ожидала такого преображения. Спасибо большое команде «Бизнес-Лук», спасибо мастерам. Я просто в шоке. Мне приятно находиться в таком образе, быть женственной, в то же время стильной и по-деловому. Поэтому я очень благодарна, что я обратилась к вам. Спасибо, что рассмотрели мою заявку. И я прямо сегодня буду готова уже идти на презентацию. Поэтому спасибо. Ну что, я вам пожелаю удачи. И ваши встречи, я уверена, пройдут удачно. До свидания. До свидания. Наши профессионалы подобрали образ в стиле «Бизнес-Скэжуал». Это комфортно, стильно и соответствует требованиям нашей героини, Салтанат Муслима Али, который является автором ежедневников по изучению иностранных языков. На этом программа «Бизнес-Лук» подошла к своему логическому завершению. Увидимся через неделю на «Тамикен Бизнес-Ченнел». Салтанат Муслим.